Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллах, аззаваджалля, сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. С вами 17-я серия из цикла истории о татаро-монголах. В прошлой серии мы стали очевидцами больших волнений и смут, происходивших в Египте, в итоге которых султаном Египта стал мальчик, сын Аль-Малик Аль-Муиза Айзуддина Айбега, которого звали Нур-уддин Али. Однако тем, кто по-настоящему правил Египтом от имени этого ребёнка, был его регент Сайфуддин Кутуз, самый достойный почётный из мамлюков-муиззитов. Ведь именно он возглавлял мамлюков-муиззитов, несмотря на свой ещё довольно молодой возраст, на то время ему было не больше 35 лет, да помилует его Аллах. Несомненно, это была одна из самых выдающихся личностей в исламе. Он с детства был обучен фикху и принципам шариата. Он прошёл обучение верховой езде, военному делу, планированию, командованию и управлению. Он был поистине всесторонне развитым человеком. Он был такой личностью, которых очень редко можно встретить в истории. Кутуз некоторое время оставался регентом Нур-Уддина Али. Его деятельность началась в месяце Зуль-Каиды в 655 году по хиджре и продолжалась ровно два года, вплоть до 657 года, до того же месяца Зуль-Каиды. Естественно, в течение этих двух лет аюбитские эмиры Шама не раз давали знать о своих интересах насчёт Египта. Потому как сейчас эта страна испытывает нестабильность, главным образом из-за того, что ею правит маленький мальчик. Аль-Муиз Фатхуддин Умар Эмир Аль-Каракам в Иордане сделал пару попыток завоевать Египет. Однако Кутуз встретил его своей мощной обороной и одержал над ним блестящую победу, тем самым укрепив свои позиции в регионе. Далее события 656 и 657 года развивались стремительно быстро для всех мусульман. Обратите внимание, Кутуз стал регентом мальчика Нур-Дина Али в конце 655 года. А что случилось в 656 году? Пал Багдад, если вы помните, в месяце Сафар 656 года. Далее в 657 году был завоёван весь Шам, как мы знаем. Затем была взята провинция Миафиркин, Сильван. Пал Алеппо, пал Дамаск, была завоёвана Палестина. Шаги татар-монголов были стремительны. В этих условиях, дорогие братья, Кутуз осознал, что присутствие одного из мамлюков в лице 15-летнего султана Нур-Дина Али будет вызывать желание у врагов мусульман завладеть этой великой страной и единственной оставшейся силой в исламском мире – завладеть Египтом. Итак, у нас проблемы с татар-монголами. У нас, не забываем, проблемы с крестоносцами, которые потерпели поражение в сражении при Аль-Мансуре и Фарискуре. И король Людовик IX был освобождён из плена, но он не переставал замышлять плохое, намереваясь захватить Египет со второй попытки. Несмотря на то, что когда его освободили, он заключил перемирие с египтянами, согласно которому он не должен был вести против них войну ровно 10 лет. Однако он нарушил договор. Как говорит наш Господь Субханава Тааля в своей священной книге, неужели всякий раз, когда они заключают договор, часть из них отбрасывает его? Угроза татар-монголов, угроза крестоносцев, угроза эмиров и юбидов, предателей, правителей Сирии и Ордании того времени. Угроза со всех сторон и одновременно с этим нестабильность внутри самого Египта. Борьба мамлюков-бахритов с мамлюками-муизитами. Бегство предводителей мамлюков-бахритов в другие страны. Все эти обстоятельства всецело убедили у Кутуза, что присутствие этого мальчика на троне только увеличит проблемы, беспокойства и заговоры. Поэтому он решил не изложить этого мальчика на Рудина Али и самому взойти на престол, чтобы самостоятельно править Египтом, начиная с 24-го числа месяца Зулькаида 657-го года по хиджри. Естественно, мы можем представить, какой была обстановка в Египте, когда он это сделал. На самом деле, ситуация была чрезвычайно удручающей. Страна находилась на пороге краха в результате предыдущей серии беспокойств. Политическое регулирование внутри страны было нарушено. Внешняя политика государства тоже оставляла желать лучшего. Отношения с соседними государствами Египта были разорваны. Также были оборваны связи с западными странами Африки, такими как Ливия, Алжир, Тунис и Марокко. Не было связи ни с Нубией, ни с Хиджазом. А отношения с Шамом были натянуты до предела. Не говоря уже о многочисленных врагах, о которых мы говорили. На данном этапе, когда он принялся за дела государства, политическое положение страны испытывало масштабный коллапс. Экономическое положение страны тоже претерпевало большие трудности. Потому что эти продолжительные смятения и борьба за власть в последние годы в результате ввергли страну в крупный экономический кризис. Имущество государственной казни Египта сильно убавилось. Таким образом, политическое положение было сложным, военное положение было сложным, вариант единения с различными странами исламского мира не виделся возможным, а также сложная экономическая ситуация. Что делал Кутуз в такой сложной обстановке, в которой оказался Египет? Он начал готовиться к войне с татаромонголами, да помилует его Аллах. Как такая крошечная по сравнению с монгольской империей страна, как Египет, может воевать с татаромонголами? Это мы узнаем из того, как Кутуз, да помилует его Аллах, подготовил египтян, мусульман к войне с татаромонголами. Вы знаете, что монгольская империя правит от Кореи на востоке до Польши на западе. Это больше половины мира на то время. Они добрались до Газы, а Кутуз, да помилует его Аллах, пытается противостоять этой устрашающей и суровой силе. Что такое Египет? Он не представляет из сотой доли от могущества этой великой империи. Давайте теперь посмотрим, что сделал Кутуз. Первым делом Кутуз решил наладить внутренние дела Египта. Нужно сохранить стабильность внутри этого прекрасного государства. С чего начинается эта стабильность? Нужно отбить желание людей в дальнейшей борьбе за власть. Все люди сейчас борются за этот престол. Как же Кутуз, да помилует его Аллах, собирался это сделать? Разные лидеры делают это по-разному. Некоторые же путем подлога, убедив людей, что весь народ желает видеть именно его на этом посту. Хотя в реальности может быть, что все с точностью да наоборот. Некоторые отбивают желание власти благодаря заговорам, козням, интригам и лжи. Кутуз, да помилует его Аллах, ничего из этого не использовал. Он отбил у них желание продолжать бороться за власть, напомнив им об идеалах, о которых долгие годы со дня победы при Эль-Мансуре и Фарискуре не говорили ни слова. Что сделал Кутуз, да помилует его Аллах. Кутуз собрал верхушку власти в государстве на то время, а также некоторых мамлюков-бахритов, ученых, пакихов, всех тех, кто активно участвовал в жизни страны. Получилось очень большое собрание, где он сказал им «Моим приходом к власти, к престолу, я преследую единственную цель – войну с татаро-монголами». Он сказал, что все, что он делает, делает лишь для того, чтобы сразиться с татаро-монголами. Если Аллах, аззаваджалля, предписал нам победу над ними, я откажусь от власти и вы сами решите, кого назначить правителем. Такие слова египтяне или даже все мусульмане на востоке и на западе слышат впервые. Очень, очень мало правителей, таких как Аль-Камиль-Мухаммад аль-Айюби, да помилует его Аллах, и другие, водружали знамя джихады. Большинство людей полностью покорились татаро-монголам. Акутуз, да помилует его Аллах, с первого дня у власти наметил эту цель, сказав, я пришел к власти лишь для того, чтобы вести джихад на пути Аллаха, лишь для того, чтобы победить татаро-монголов, лишь для того, чтобы прогнать татаро-монголов с земель мусульман. И если я одержу победу над монголами, я передам право всем мусульманам выбрать себе достойного правителя страны. Кто-то может сказать, что это всего лишь политическая уловка, прибегнув к которой он хочет захватить власть и т.д. и т.п., что обычно говорят о политиках, лицемерах и приспособленцах, использующих слова Аллаха в своих корыстных целях. Но истина в одном простом, но важном предложении, которое мы должны помнить, когда мы анализируем историю. И это то, что повествование нужно понимать в контексте жизнедеятельности того, о ком говорится в этом повествовании. Если мы изучим биографию Куттуза, да помилует его Аллах, до и после. Если мы взглянем на его деятельность по подготовке к военным действиям. Если мы посмотрим на поведение Куттуза в самом сражении Айнджалют. Если мы проанализируем всю его жизнь. Мы убедимся, что эти слова полностью соответствуют этой личности. Они соответствуют также его поступкам, которые он сделал в дальнейшем. Поэтому не остается никаких сомнений в намерении Куттуза при произнесении этих слов. Второй немаловажный момент, и это один из законов Господа Субханава Тааля. Аллах не поддерживает дела распространяющих вред. Если бы он был нечестивцем, если бы в его сердце было мирское, если бы в его намерение не входило то, на что он указал и что дал понять, то Аллах бы не помог ему. Однако мы видели, что Аллах Аззаваджалля даровал ему великую помощь и установил справедливость его руками и его языком и освободил землю мусульман от татаро-монголов его руками. Все эти признаки ясно указывают на то, что его слова соответствовали его намерениям и что он говорил именно то, что у него на сердце. Власть нужна была ему лишь для того, чтобы одолеть татаро-монголов и далее мы увидим его шаги. Как он сказал это, все замолчали. Потому что ни у кого не было такой силы и смелости сказать открыто то, что сказал сейчас Куттус. Воевать с врагами мусульман татаро-монголами, которые покорили весь мир, запад и восток, захватили мусульманские и остальные страны и дошли до центральной Европы, как мы рассказывали в прошлых сериях. Первым делом он отстранил Ибн бинд Аль-Азза, который в это время был главой министров. Он был полностью лояльным к Шаджар-ад-Дур человеком. Поэтому боясь его присутствия в высших эшелонах власти, он его отправил в отставку. В то же самое время он оставил на должности командующего армией Фарисуддина Актая Ас-Салихи-младшего. Конечно же Фарисуддин Актай-младший это не тот Фарисуддин Актай, который был убит в 652 году по хиджре. Мы сейчас говорим о начале 658 года по хиджре. То есть спустя 6 лет после убийства Фарисуддина Актая первого. Поэтому второго назвали Фарисуддин Актай-младший. И обратите ваше внимание на это прозвище Ас-Салихи. То есть Кутуз не был против того, чтобы египетской армией командовал один из мамлюков бахритов, которые не ладили с мамлюками муизитами, к которым относился Сайпуддин Кутуз. Это один из главных признаков беспристрастности Кутуза, да помилует его Аллах. Он поручает работу тем, кто заслуживает ее. И если этот человек достоин, если он способен сражаться, если он обладает набожностью и благочестием, необходимым для такой ответственной должности, как командование египетской армией, то пусть такой человек остается на своем месте, даже если он из мамлюков бахритов. Хотя любой бы сказал, что в сердце правителя Кутуза в это время могли закрасться сомнения из-за опасения угрозы со стороны мамлюков бахритов. Ведь они не так давно убили Фарисуддина Актая-старшего. Кутуз не думал обо всем этом, он просто назначил на должность того, кто ее заслуживает, да помилует его Аллах. Далее он стал переманивать мамлюков бахритов к себе довольно умным и уникальным политическим действием. Он объявил о подлинной амнистии всех мамлюков бахритов, где бы они ни находились. Почему мы используем слово «подлинный»? Потому что многие политики точно так же пытаются взять ситуацию под контроль, пообещав амнистию некоторым людям на определенное время. Как это называют, временный медовый месяц с несогласными, пока все не наладится, после чего все возвращается на круги своя. Кутуз же, да помилует его Аллах, не знал такого рода лицемерную политику. Он был мусульманским политиком, который доказывал, что в исламской политике нет притеснения, лицемерия, обмана и мошенничества. Такая политика отличается высокой нравственностью и моральными нормами. Это то, что по-настоящему отличает мусульманского политика от остальных политиков. Кутуз, да помилует его Аллах, объявил, что гарантирует им безопасность и призвал в Египет всех мамлюков бахритов, которые ранее бежали из Египта, когда был убит Фарисуддин Актай-старший. И самым известным из тех, кого привел сам Кутуз, был Аз-Захер Рукнуддин Бейбарс. На данный момент он пока еще не был известен под прозвищем Аз-Захер. Рукнуддин Бейбарс был самой крупной фигурой мамлюков бахритов после не так давно убитого Фарисуддина Актай-старший. И его возвращение из Палестины было очень опасным мероприятием. Потому что Аз-Захер Рукнуддин Бейбарс был человеком, к которому мамлюки бахриты прислушивались. Его глубоко уважали за победу в сражениях при Эль-Мансури и Фарискури. В сердцах египтян он занимал особое место. Так почему же Кутуз хочет привести в Египет своего потенциального конкурента? Это также указывает на беспристрастность Кутуза, да помилует его Аллах. К тому же в этом кроется очевидный политический жест. Если Кутуз приведет в Египет Бейбарса, да помилует его Аллах, который имеет весомое влияние на мамлюков бахритов, то тогда он сможет однажды объединить мамлюков бахритов и мамлюков муизитов, чтобы на данном этапе сформировать сильную египетскую армию. Бейбарс в это время бежал из Дамаска, как вы знаете, когда в него вошли татаро-монголы. Также бежал Ан-Насыр Юсуф-Аля-Юби и вместе с ним вся его армия. Рукнуддин Бейбарс бежал тогда в Палестину. Он не знал, куда ему податься. Будучи в таком нелёгком положении, Рукнуддин Бейбарс не знал, куда ему идти. Он хочет воевать против татаро-монголов, но у него нет армии. Все люди разбежались кто куда. В это время к нему приходит письмо от Сайфуддина Куттузе, в котором он просит его приехать в Египет как почётный и уважаемый гость с высоко поднятой головой. Помимо этого он выделит ему город Кальюб, совсем близлежащим регионам. Провинция Кальюба – это большие территории, земли, которые он полностью передал Рукнуддину Бейбарсу. Он сделал его губернатором этой провинции. Вдобавок к этому он назначил его главнокомандующим египетской армией. Всё это, конечно, возвысило степень Рукнуддина Бейбарса и сподвигло мамлюков-бакритов возвращаться отовсюду и присоединиться к египетской армии. Более того, воины эмира Ан-Насара Юсуфа Аля-Юбе, этого предателя, который предпочёл бегство, защите своих владений и вместе с которым бежала его армия, когда эти сирийские воины Дамаска увидели деятельность Куттуза, они отправились в Египет, чтобы присоединиться к армии Аль-Малика Аль-Музафпара Сайфуддина Куттуза, да помилует его Аллах. Сайфуддин Куттуз начал объединять всех воинов, мамлюков-бакритов, мамлюков-муиззитов, воинов Ан-Насара Юсуфа Аля-Юбе. Субханаллах. Он производил настоящую реформу египетской армии. Куттуз, да помилует его Аллах, сделал ещё кое-что удивительное. Он стал рассылать письма к эмирам-айубидам с призывом примкнуть к нему в войне против татаро-монголов. Хотя Куттуз прекрасно знал, что большинство эмиров-айубидов, которые жили на территории Шамы, были предателями и агентами, порой крестоносцев, а порой татаро-монголов. Несмотря на это, он, добиваясь создания единого общего фронта, отправил послов с удивительными по содержанию письмами «Валлахи, дорогие братья и сёстры». Он отправил письмо Ан-Насару Юсуфу Аля-Юбе, представьте себе, этому вероломному предателю, который совершил столько всего скверного, он отправляет письмо. Это было весьма необычное письмо Ан-Насару Юсуфу Аля-Юбе, который постоянно находился в бегстве. Он хочет объединить все силы и возможности Ан-Насара Аля-Юбе, а также всего Шама силами Египта, чтобы общими усилиями одолеть татаро-монголов. Что же сделал Куттуз, да помилует его Аллах? Он отправил письмо Ан-Насару Юсуфу Аля-Юбе, в котором призывал его сплотиться с Египтом при условии, что правителем станет Ан-Насар Юсуф Аля-Юбе. Представьте себе, несмотря на то, что до этого Ан-Насар Юсуф Аля-Юбе был довольно слабым правителем. Он правил лишь одним Дамаском, да и оттуда он убежал. Однако Аль-Малик Аль-Музафир Сайфуддин Куттуз знал, что у него есть последователи не только в Дамаске, но и даже в Шаме в целом. Поэтому он хотел привлечь его на свою сторону, даже если ради этого придется отдать ему власть над Шамом и Египтом. Значение Куттуза как правителя в тысячу раз более могущественно, чем роль Ан-Насара Юсуфа Аля-Юбе. Но он все равно пытается весьма деликатно сблизить обе стороны и говорит ему в своем письме, если вы пожелаете, я буду вам служить. То есть, если вы захотите, чтобы я стал вашим помощником и прибыл со своей армией к вам, я это сделаю. Я, правитель Египта, стану слугой правителя одного лишь города Дамаск. И все это при его-то темной и вероломной репутации. Он обратился к нему со следующими удивительными словами. Если вы не доверяете лично мне, я отправлю к вам армию в качестве подкрепления перед встречей с татаро-монголами, с командирами, которых вы выберете сами. Субханаллах. «О, Ан-Наср Юсуф аль-Айюби, выбери сам любого командира египетской армии, которого хочешь, которому ты доверяешь и на которого можешь положиться, я отправляю его к тебе вместе с армией, чтобы помочь тебе в войне с татаро-монголами». Что же ответил Ан-Наср аль-Айюби? Он полностью отказался, потому как вообще не намеревался воевать. Он не хотел воевать, не хотел встречаться с монголами. Его интересовало лишь собственное благополучие. Он продолжал свое бегство куда только мог, но как мы рассказывали ранее, монголы схватили и убили его. Аль-Музафр Сайфуддин Кутуз да помилует его Аллах, отправил помимо этого письма еще одно письмо Муису Патхуддину Умару, правителю Аль-Карака, который дважды пытался взять в войну Египет в то время, когда султаном еще был Нур-Уддин Али, а Сайфуддин Кутуз был еще вице-султаном. И после этого он посылает ему письмо, призывая его к единству. Он также отправил письма эмирам Хама, Комса и другим. Кто-то согласился, а кто-то отказался. Так Кутуз да помилует его Аллах, приступил к объединению разрозненных армий, пока не собрал внушительное количество воинов. Однако он столкнулся с одной из самых сложных и серьезных проблем. И это глубокий экономический кризис, в котором оказался Египет. Как вы считаете, как Кутуз разрешил эту большую проблему? И как он подготовил воинов? И какие географические места выбраны Кутузом, да помилует его Аллах, для сражения с татаро-монголами? И чем ответили татаро-монголы? Это и многое другое мы узнаем в следующей серии. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен и только ему все принадлежит. Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Поистину, Аллах видит рабов. Ассаляму алейкум, рахматуллаху баракату. Аллах привет!